Бал. Яркий праздник. Тут, в бывшей столице Российской империи, бал всегда был очень актуальным мероприятием. Балы проходили каждый год, и сезон столичных балов обычно начинался в конце осени или в начале зимы. Порой аристократам приходилось в один вечер бывать на двух, а то и на трех балах. Заканчивались они обычно под утро, а на следующий день нужно было ходить в гости, наносить визиты и, соответственно, принимать у себя. Я уж молчу про то, что каждому балу нужно было тщательно готовиться, заказывать заранее наряды и украшения. В общем, жизнь аристократа повседневная была расписана по минутам. А мы удивляемся, как раньше люди жили без интернета и телека. Да вот прекрасно жили. Об этом в сегодняшнем видео. Я Ира, или Гид в шляпе, сегодня поведаю вам про такое прекрасное мероприятие, как бал. Балы бывали различные. Они могли быть тематические и отличаться по сословным признакам, по возрастным, по профессиональным. Например, новогодний бал, свадебный бал в честь иностранных послов, бал в честь рождения наследника, балы художников. Отдельного внимания заслуживают балы в дворянском собрании. Вообще, на Руси первый бал, в более-менее нашем понимании этого слова, провели в честь свадьбы Лжедмитрия и Марии Мнишек. И дело это было в Москве. Через некоторое время Петр I здесь, в свежепостроенном на тот момент Петербурге, возобновляет традицию подобных праздников. Но тогда это были известные Петровские ассамблеи. Ассамблея представляла собой что-то типа предшественника бала. Это было собрание торжественное, на котором нужно было общаться, иногда на легкие деловые темы в том числе. Ну и, конечно же, веселиться и танцевать. Впоследствии, во время правления трех императриц Анны Иоанновны, затем Елизаветы Петровны и Екатерины II, Петровские ассамблеи полностью трансформировались в бал и бал маскарад. Бал был торжественным мероприятием. Основное на нем это танцы. В XVIII веке танцы, как предмет, водят практически во всех высших учебных заведениях, а также в школах, в гимназиях, в лицеях. И уж тем более в XIX веке этот предмет был обязателен для изучения. Например, в Царскосельском лицее Пушкин также учился танцевать. И вообще в то время в России очень много людей умели танцевать и знали наизусть разнообразные танцы, как современные на тот момент, так и старинные. Любой бал был мероприятием регламентированным, имелись свои правила и церемониал. В первую очередь это парадное одеяние. Кавалеры должны были носить парадный костюм, фрак или смокинг. Поначалу фраки шили из тканей разного цвета, но к 30-м годам XIX столетия полностью утверждается черный цвет фрака. Помимо этого на кавалере должны были быть обязательно перчатки, причем белого цвета. Для военных они шились из замши, для штатских лайковые. Дама имела полное право отказать кавалеру в танце, у которого не было перчаток. При этом военным дозволялось приходить на бал в мундире соответствующего полка. Кавалеры должны были приходить на бал в ботинках, в сапогах не дозволялось. Это правило касалось и военных, за исключением уланов. Ношение шпор на сапогах было нежелательным, но здесь было очень простое объяснение. При танце шпоры могли порвать платье, но некоторые уланы все равно нарушали это правило и приходили на бал в сапогах со шпорами. Как говорится, выпендреж во все времена присутствовал. Обязательно также на кавалере должна была присутствовать жилетка и рубашка белого цвета. У дам и девушек, естественно, был свой дресс-код. Фасон платьев менялся в зависимости от моды. Регламента на конкретный цвет как такового не было. Ну, за исключением только лишь таких случаев, когда бал был тематическим. Например, в 1888 году в Петербурге провели изумрудный бал. Ну, естественно, все должны были прийти в платьях соответствующего цвета. А так дама могла выбрать себе платье любого цвета, подходящего ей. Для молодых девушек шили обычно платья светлых тонов или белых, платья слоновой кости, бежевые, светло-голубые, светло-розовые. Обязательным атрибутом образа дамы были также перчатки. Они могли подбираться в тон платья, либо быть белыми. При этом ношение колец поверх перчаток было признаком дурного тона. Для дамы было допустимо прийти на бал в головном уборе. Но про эпоху Елизаветы Петровны, когда в моде был стиль рококо, и на голове сооружались дома с кораблями, об этом можно говорить отдельно. А вот в 19 веке девушки делали уже себе более скромные прически, и волосы обычно поднимались наверх. Было еще одно правило для девушек и женщин. Зона шеи и декольте должны были быть открытыми. То есть и прическа соответствовала этому правилу, и фасон платья. При этом на девушках обязательно должны были быть украшения. Вообще на всех дамах как минимум цепочка с кулоном, лучше конечно колье. Но что-то должно было быть из украшений надето, а без них как голое. При этом регламента на украшения как такового не было. Главное, чтобы они были подобраны со вкусом. Еще один неизменный атрибут дамского образа для бала это веер. Ну не столько он нужен был для того, чтобы себя обдувать, ну хотя для этого конечно тоже. Сколько в то время имелся целый язык веера. Определенный набор символов, которые означали, ну что-то конкретное означали. То есть окружающие и другие дамы, и кавалеры, естественно, понимали этот язык символов, могли его считать. Сейчас можно сказать, что этот язык мертвый, типа латыни. Его знают только специалисты и те, кто глубоко интересуется этой темой. Еще у дам на бало обязательно должна была быть бальная книжечка. Корне или агент. В нее дама записывала, кто ее пригласил на танец и в какой последовательности, то есть в какой танец кому она пообещала. Порой для этого использовали обратную сторону веера. При этом хвастать перед другими дамами количеством своих записей, то есть приглашений, было также признаком дурного тона. Ну то есть нельзя было сказать, у меня весь веер исписан. Очень некрасиво, особенно перед теми дамами, кого приглашали мало. Если человеку, неважно, кавалеру или даме, поступало приглашение на бал, и он его принимал, это означало одно. На этом балу он обязуется танцевать, потому что танец это было основное. Нельзя было прийти на бал и отказаться от танца. Это было неуместно и очень грубо по отношению к хозяевам бала. При этом высказать какое-либо дурное настроение, недовольство или намекнуть своему партнеру по танцам, что он плохо танцует, также было очень некрасивым. Ну и напротив, хорошее настроение, милое выражение лица и готовность танцевать были, естественно, очень уместны и поощрялись окружающими. Прибывая на бал, нужно было в первую очередь поздороваться с хозяевами, оказать им честь. И только затем общаться со своими знакомыми. Но и полностью игнорировать своих знакомых тоже было нехорошо. На каждом балу присутствовал распорядитель, который следил за порядком и за последовательностью музыки и танцев. При этом кавалеры следили за комфортом дам, могли им оказать некие мелкие услуги, ну, например, принести напитки. И, конечно же, было недопустимым, чтобы твоя дама заскучала. Помимо танцев на балу, конечно же, разговаривали. Старались очень сложных тем избегать, допускалось общение на легкие, непринужденные темы. При этом было неуместным собрать вокруг себя слишком большую компанию. Шутовство также было не очень приемлемым. Слишком веселые люди должны были острить и шутить в меру. Если между кавалерами возникали разногласия, то решать их нужно было за пределами танцевального зала. Дамы должны были бы также вести себя мило, приветливо, в рамках приличий, слишком громко, не смеяться. Ну и на любом балу не допускались проявления ревности, неприличные взгляды или какое-либо провокационное поведение. Итак, начинались танцы. Кавалер мог начать приглашение на танец с хозяйки бала, с хозяйки этого дома. Затем можно было приглашать членов ее семьи, то есть родственниц, и только уже потом просто знакомых дам. Во время танца кавалеру дозволялось развлекать даму легкой светской беседой. Такой себе разговор на минималках. Дама, естественно, ему отвечала. При этом кавалер следил за тем, чтобы во время танца они не сталкивались с другими парами, и чтобы его дама не упала. По окончанию танца кавалер интересовался у дамы, куда ее отвезти. На то место, где он ее забирал, или же в буфет. При этом он еще мог некоторое время побыть рядом с дамой, поговорить с ней, либо отвезти и удалиться. А вот имелось правило, после мазурки нужно было отвезти даму на ужин, либо это было прекрасное время, чтобы признаться ей в любви. Для ужина имелись специальные помещения, их обычно устраивали в боковых гостинах. Правила танцев, конечно же, касались и окончания бала. В начале 19 века балы обычно заканчивали греческим танцем или катильоном. К концу века завершающим танцем обычно служил вальс. При этом любые гости могли в любой момент удалиться. Это было допустимо по этикету, не особо афишируя свой уход. Но правило в течение нескольких дней после бала наносить визиты было неизменным. Нужно было обязательно посетить хозяев этого бала с тем, чтобы поблагодарить их за этот прекрасный вечер. Александринский театр был построен в 1820-е годы по проекту Карла Росси в стиле ампир. И являлся одним из главных императорских театров. Назван он в честь жены Николая I Александры Федоровны во всех императорских театрах на тот момент. И в Мариинском, и в Михайловском, и здесь в Александринке давали регулярно коммерческие балы и благотворительные. Здесь прошли премьеры таких произведений, как «Ревизор Гоголя», «Горе от ума Грибоедова», «Гроза Островского». Ну, конкретно этому театру принадлежит очень важный исторический признак именно в контексте бала. Он сыграл важную роль в распространении такого танца в столице, да и вообще в стране, как «Полька». «Полька» пришла к нам из Парижа и впервые ее станцевали именно на театральных подмостках. Актерами труппы этого театра были написаны и поставлены два водевиля. «Полька» в Санкт-Петербурге или бал у танцевального учителя и купеческая «Полька». Позже, в середине XIX века, столицу захватила настоящая «Полькомания». Практически в каждом доме танцевали «Польку», позабыв на тот момент такие танцы, как «Мазурка» и «Кадриль». Аничков дворец – один из старейших в Питере. Его начали строить в 1741 году по проекту Михаила Зимцова. Позже его неоднократно перестраивали. Самые разные архитекторы приложили свою руку к строительству. Ну, например, Карло Росси, Франческо Бартоломео Растрелли, Иван Старов, Джако Макваренги. И, помимо прочих царских особ, здесь жил Николай Павлович, будущий Николай I. И вот в его правлении устанавливается традиция давать в этом дворце балы. Они так и назывались – Аничковские балы. По отзывам современников, сам Николай танцевать не любил, но делал исключение всегда для кадрильей. А уже гораздо позже в правлении Александра III Аничковские балы становятся более камерными, более домашними. И вот в 1889 году собирались провести бал, но правда в зимнем. И в тот момент умер австрийский эрцгерцог. Мария Федоровна, жена Александра III, пожелала тот бал отменить. Но вместо этого бал провели здесь, так называемый черный бал, бал в трауре. Все дамы явились на него в темно-серых или черных платьях, черные туфли, черные веера, черные перчатки. В общем, было весело. Михайловский замок. Строил для себя Павел I по проекту Василия Баженова. Позже проект переработал Винченцо Бренна. Но вообще при строительстве много чем здесь руководил сам Павел. Строил он его для себя как крепость, чтобы обезопасить свою персону. Но по злой иронии судьбы здесь с 11 на 12 марта 1801 года он был убит группой заговорщиков. Накануне в замке провели торжественный концерт в честь окончания затянувшегося строительства. Но бала в этот день не было. Зато существует легенда, что цвет этого здания был выбран именно на балу. Во время танца фаворитка императора Анна Лопухина роняет перчатку. Оказавшийся рядом Павел проявляет галантность и поднимает ее с тем, чтобы отдать Анне. Нуднен обратил внимание на цвет этой перчатки розовато-оранжевой. Им он настолько понравился, что он тут же повелел передать эту перчатку архитектору Бренне как образец цвета для стен замка. И есть еще одна легенда о том, что любители вальса обязаны возможностью танцевать этот танец именно Анне Лопухиной. Дело в том, что Павел считал этот танец неприличным и приказал его запретить. Но она переубедила императора и запрет был снят. Михайловский дворец был построен в 1820-е годы по проекту Карла Росси для Михаила, сына Павла I, и для его супруги, великой княгини Елены Павловны. Дворец довольно быстро стал центром столичной, светской, музыкальной жизни. Здесь давали самые пышные в то время балы в столице и обеды, не хуже, чем в зимнем. Конечно же, здесь бывали члены императорской семьи достаточно часто. Француз Астольф де Кюстин, которому однажды посчастливилось здесь побывать, писал об этом так. Внутренность большой галереи, где были устроены танцы, восхищала пышным убранством. Полторы тысячи кадок и горшков с редчайшими цветами составляли благоухающий баскет. У оконечности залы в самой гуще заросли экзотических растений виднелся бассейн с прохладной прозрачной водой, откуда била неиссякающая струя. Все эти чужеземные растения, корни которых были укрыты ковром зелени, казалось, росли здесь на родной своей почве. И вереница танцующих дам и кавалеров севера чудесным образом прогуливалась под сводами тропического леса. Я не понимал, сон это или явь. Во всем была не просто роскошь, но поэзия. После того, как Михаил умер, здесь полноправной хозяйкой была как раз-таки его супруга Елена Павловна. Она была очень известным меценатом и покровителем, покровительницей, если хотите, искусств и творческих людей. Здесь бывали лучшие артисты, которые только были в то время в Петербурге. И традиция балов и балов-маскарада при ней также была продолжена. Но когда дворец перешел уже к их потомкам, то он утратил свое значение как центр культурных развлечений столицы. Здание «За моей спиной» построено в 30-е годы 19-го столетия по проекту Карла Росси при участии Поля Жако. Позже его перестраивает Виктор Шрётер и в нем размещается Санкт-Петербургская государственная филармония. Большой зал дворянского собрания использовался специально для проведения торжественных мероприятий, концертов и балов для дворянства Санкт-Петербургской губернии. При этом дворянскому собранию полагалось проводить 6 подобных крупных мероприятий в год специально для дворянских семей Санкт-Петербурга и губернии. А вот в 1851 году здесь впервые в столице провели детский бал специально для великих князей Николая и Александра, которые Александровичи. После реформ Александра II большой зал дворянского собрания арендуют различные профессиональные сообщества и проводят здесь тематические балы. Например, здесь проходили балы художников. А вот в 1913 году здесь был дан последний бал для дворян в честь 300-летия дома Романовых. Собралось в этот вечер более 3000 гостей. Начали танцевать полонезом, а закончили котельоном. Сейчас в доме за моей спиной малый зал Санкт-Петербургской филармонии. Но светская жизнь тут началась еще в конце 18 века. В середине 18 века на этом месте строят каменный трехэтажный особняк, который становится собственностью князя Голицына. После его смерти вдова князя сдает этот дом французу Иосифу Леону. И вот он начинает проводить здесь балы маскарады. Очень шумные, очень известные на тот момент в столице. В начале 19 века помещение здесь арендует Санкт-Петербургское филармоническое общество. И начинает проводить здесь свои концерты. В первой половине 19 века особняк перестраивают по проекту Поля Жако. И он становится собственностью купца Энгельгарта. Кстати, этот купец был приятелем Александра Сергеевича Пушкина. И вот слава маскарадов этого Иосифа Леона не давала покоя Энгельгарту. Он захотел проводить здесь свои аналогичные мероприятия. Они были столь пышные и столь известные. Здесь бывала также, помимо прочего, императорская семья. Постоянно об этих балах маскарадах писали в прессе. Ну, например, вот храм вкуса. Храм великолепия открыт для публики. Все, что выдумала роскошь, все, что изобрела утонченность общежития, жития, сосредоточено здесь. Тысячи свеч горят здесь в богатых бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, мраморах и паркетах. Отличная музыка гремит в обширных залах. Согласные звуки певчик разносятся под позолоченными плафонами. Так описывал эти балы маскарады Фадей Булгарин. И, помимо прочего, в доме Ингельгарта проходят события драмы Лермонтова «Маскарад». Дом генерал-полицмейстера Николая Чичерина был построен в 1770-е годы по проекту неизвестного архитектора. Позже владельцем дома становится купец Косиковский, а после него купцы Елисеевы. И дом перестраивают последовательно Василий Стасов и Николай Гребенка. Это здание во все времена было одним из крупнейших центров столичной культурной жизни и светской. Здесь проходила масса разнообразных мероприятий. Ну, например, в конце 18 века здесь помещение арендует так называемый клубный дом. Это общество организовывало здесь раз в неделю концерты, а раз в месяц балы-маскарады. И вот эти балы-маскарады были настолько масштабные и пышные, что в итоге клубный дом из-за этого разорился. Позже помещение в этом доме арендовали Малое Мещанское собрание и Благородное собрание. Они также организовывали подобные светские мероприятия и балы в частности. И даже после революции традиция балов в этом здании не прервалась. Ну, точнее, прервалась, но не сразу. В это время здесь размещался диск «Петербургский дом искусств». И вот в 1921 году зимой, когда было в городе холодно и голодно, здесь провели пышнейший бал для творческой богемы того времени. На вечере присутствовали Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Михаил Лозинский, Ирина Адоевцева. Из Таврического сада, из Оранжерея, а также из Ботанического сада сюда принесли массу растений, чтобы украсить помещение. В бывших кладовых Елисеевых нашли ткани, которые использовали для драпировки. Художники нарисовали множество шаржей, а также помещение украсили огромным количеством электрических лампочек. В общем, веселились знатно. Малый Эрмитаж. Построен к 1775 году по проекту архитекторов Жана Батиста Вален де Ламота и Юрия Фельтена. Специально по приказу Екатерины Второй. В то время она пожелала иметь для себя отдельное помещение для отдыха, для уединения и для хранения ее коллекций искусства. Вот, собственно, с этого здания и начался тот самый знаменитый наш Эрмитаж. В то время там Екатерина проводила для себя очень камерные, уютные такие музыкальные вечера, ну и, конечно же, танцы. А в 1903 году там провели, если не самый знаменитый, то один из самых известных балов за всю историю. Русский бал в стиле Допетровской Руси. Инициаторами проведения этого бала были Николай Второй и Александра Федоровна. И прийти нужно было обязательно в костюмах соответствующего времени правления царя Алексея Михайловича. На этом вечере собралось 390 гостей. Эскизы для костюмов готовили художники императорских театров. Сам Николай Второй был одет как Алексей Михайлович, и для его костюма послужила одежда, прототипом послужила, соответственно, одежда из оружейной палаты Московского Кремля. Итак, сначала в тот вечер все должны были зайти через Зимний дворец. Здесь было торжественное шествие, русский поклон. Потом в Эрмитажном театре они смотрели концерт, а после этого в павильонном зале как раз вот Малого Эрмитажа танцевали русскую. И свидетели этого события, те, кто там был, говорили, что лучше всех танцевали великая княгиня Елизавета Федоровна и княгиня Зинаида Юсупова. Зимний дворец построен в 1760-е годы по проекту Франческо Бартоломео Растрелли в любимом стиле Елизаветы Петровны в барокко, специально для нее. Но, к сожалению, Елизавета не дожила до окончания строительства, а уж полноправной хозяйкой этого дворца после нее можно назвать Екатерину Вторую. И вот здесь со времен Екатерины и вплоть до Первой мировой войны балы проходили регулярно. Первый бал в году, как правило, давался в начале января, и он официально открывал весь бальный сезон вообще в столице. Естественно, весь свет, весь бомонд старался и пытался сюда попасть, на императорские балы. А еще во времена Екатерины Второй возникла традиция проводить один раз в год балы с мужиками. Что это означало? Это означало, что на этот бал могли прийти все представители всех сословий, которые жили тогда в столице Российской империи. С одним важным условием. Нужно было прийти в своем национальном костюме. То есть этот бал превращался своего рода в такую этнографическую вечеринку. Вместо ужина на этом балу подавали только чай. Императорские балы здесь обычно начинали с полонезы. Первой парой шли император и императрица. После чего, как правило, они уже не танцевали, а только лишь наблюдали за происходящим. А еще командиры гвардейских полков присылали сюда специально в зимний на бал своих офицеров с важной миссией – служить кавалерами в танцах. Во второй половине XIX века в Петербурге появляется масса профессиональных сообществ социальной защиты. И они организуют балы и балы-маскарады тематические. Например, балы художников, балы архитекторов. В 1860-х годах эти балы начинают проходить тут, в здании Академии художеств. На них присутствуют и студенты, и преподаватели. А само здание Академии было построено за 100 лет до этого по проекту Жана Батистова-Лен де Ламота и Александра Кокоринова специально для учрежденной в то время Академии трех знатнейших художеств. Эти балы были очень известны, и на них даже бывали члены императорской семьи. А деньги от продажи билетов шли как раз-таки на помощь бедным художникам. К таким балам-маскарадам готовились за несколько месяцев, потому что нужно было подготовить не только одежду, наряды, но и декорации, сделать пригласительные. Каждый такой бал был тематическим. Например, бал «Сказка», бал «Весна», бал в честь Ивана Купала, бал «Масленица», греческий бал. А в 1908 году провели бал в стиле Людовика XV. Тогда подготовили не только наряды, но и декорации, и мебели, пригласительные, музыка, танцы. В общем, все было выдержано в стиле и в духе эпохи Людовика XV. А в 1899 году провели другое аналогичное тематическое мероприятие. Правда, танцевали не здесь, в здании Академии художеств, а в здании дворянского собрания, которое я вам уже показывала сегодня. Тогда бал был приурочен к столетию Александра Сергеевича Пушкина. И декорациями служили иллюстрации к его произведениям, которые художники специально создавали для этого балла. На этом у меня сегодня все. С вами была я, Ира Гид в шляпе. Будет еще много интересных историй. Всем пока! А, и, конечно же, реверанс!